28 мая в ходе онлайн-голосования были выбраны 20 человек, которые вошли в состав окружного молодежного парламента. 22 сентября состоялось первое заседание. Молодые люди из Пушкина, Ивантиевки и Красноармейска будут представлять интересы молодежи на своих территориях. К ним с напутственными словами обратился первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Пушкинский Роман Иванов. «То есть вы те люди, кто через какое-то время сами будут работать в органах власти или в Совете депутатов, неважно, вы замените нас. Есть возможность поучиться, есть возможность узнать, как это работает изнутри – пожалуйста. Сможете решить вместе с нами или сами, совместно с администрацией, какой-то вопрос для людей, для своих товарищей, для молодых жителей округа. Замечательно». На первом заседании молодежного парламента все, кто победил в ходе онлайн-голосования, познакомились друг с другом. Они рассказали о своем участии в различных проектах и почему решили стать членами сообщества «Активные молодежи». Некоторые из присутствующих уже определились, кем хотят стать. И молодежный парламент для этих юношей и девушек является стартом для подготовки к будущему возможному участию в политической жизни страны. «Я давно занимаюсь подобной деятельностью и я являюсь членом аппарата Московского областного молодежного парламента и составляла рейтинг, поэтому я знаю, как можно лучше подсказать председателю, как работать». «Наверное, я на своем примере хочу доказать молодым ребятам моего возраста, что все возможно в нашей стране. Мне всего 17 лет, а ровно год назад я начал заниматься общественной деятельностью и, соответственно, уже сейчас я руководитель отделения МГИР в Солнцево. Я считаю это большим достижением». В повестку первого заседания вошли утверждение регламента молодежного парламента, избрание председателя, которым стал Павел Казаков, избрание заместителей председателя парламента. Их всего три. Представители Пушкина, Ивантеевки и Красноармейска. Среди них Кирилл Борисенков. И он уже знает, что будет делать в новой должности. «В качестве зама буду координировать работу вообще целого Красноармейска, как вот наберу свою команду, будем работать с ребятами и отставить интересы именно Красноармейска. Для меня лично молодежный парламент – это площадка, где я смогу реализовать свои амбиции и интересы. Я уже на втором курсе обучаюсь на такой профиль, как ГМУ – государственное муниципальное управление, поэтому именно такая молодежная организация, как молодежный парламент, меня и привлекла». Также были избраны секретарь и пресс-секретарь. В конце заседания члены молодежного парламента получили свои первые задания – определиться со сферой деятельности, которую они планируют в дальнейшем развивать. «Именно в их работе это будет проведение каких-то мероприятий, вынесение вопросов на совет депутатов, но также различная деятельность, которая будет интересна ребятам и которая поможет в развитии молодежной политики на территории округа. «Сейчас состав сформирован. Мы можем включать не как состав, а как консультантов, то есть людей, заинтересованных в развитии того или иного направления именно со стороны». Следующее заседание планируется через месяц. Тогда молодые люди представят свои идеи и проекты. Мария Лихобабенко, Юрий Добрунов, Яков Глейзер. Пушкинское телевидение.